МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня 13 марта. В эфире программа «День веков. Хронограф». И мы ее ведущие. Я, Юлиана Шахова. И я, Евгений Воскресенский, приветствуем вас. От всей души поздравляем всех наших телезрителей, которые появились на свет в этот замечательный день. И желаем вам всего самого хорошего. Мы вам рады сообщить, что 13 марта в разные годы и века на свет появились такие выдающиеся личности, как... Антон Макаренко, русский советский писатель и педагог. Вольф Гуга, австрийский композитор. Раймонд Бердж, американский физик, член Национальной академии наук США. Американский астроном Персиваль Ловелл. Ирина Бугримова, всемирно известная укротительница цикла. Сергей Михалков, поэт, автор дяди Степы и соавтор гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации. Известный фокусник Игорь Кио. Актриса Ирина Алферова, известная по фильмам «С любимыми не расставайтесь», Д'Артаньяна, «Три мушкетера», Тассов полномочен заявить. Сегодня 13 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в истории отмечен следующими значимыми событиями. В 1516 году Карл Габсбург провозглашен первым королем единой Испании. В 1781 году английский астроном Гершель открыл планету Уран. И в 1809 сэр Джордж Гордон занял место в британской палате лордов как лорд Байрон. В 1869 году русский химик Менделеев закончил составление своей периодической таблицы. И в 1898 году в Минске состоялся первый съезд РСДРП. В 1917 году в Петрограде создан Временный комитет Государственной Думы. И в 1930-м в связи с объявленной ликвидацией безработицы в Советском Союзе закрыта Московская биржа труда. В 1938 году Бухарин, Рыков, Егода и другие бывшие лидеры СССР приговорены к расстрелу. И в 1944 году советские войска освободили от фашистов Херсон. Сегодня 13 марта. Вы смотрите программу «День веков хронограф» и начнем с событий Средневековья. В этот день, 13 марта 1325 года, основана столица государства ацтеков Теночтитлан. Древние ацтеки были охотниками, кочевавшими по Северной Мексике. Они переселились на юг примерно в 1200 году. По легенде, Бог Солнце велел им обосноваться там, где они встретят особый знак, держащего змею орла на кактусе. Ацтеки нашли то, что искали на болотистом острове посреди озера Тескоку. Там они построили деревню и назвали ее Теночтитлан, что значит «место колючих кактусов». Теночтитлан начался с горстки тростниковых хижин. Со временем он превратился в великий город и был центром мощной ацтекской империи почти 200 лет. Ацтеки увеличивали остров, сгребая ил со дна мелкого озера и строя тростниковые платформы. Город был прорезан многочисленными каналами и соединялся с материком посредством трех дамб с подъемными мостами. Столица имела регулярную планировку. Она делилась на четыре района, а каждый район на пять кварталов. В Теночтитлане проживало около полумиллиона человек. В 16 веке это был, вероятно, самый большой город в мире. На окруженной стеной центральной площади выселись 30-метровая пирамида с лестницами, ведущими вверх к двум храмам. А чтобы солнце всходило каждый день, индейцы приносили там жертву богам человеческие сердца. Приплывшие в Америку испанцы были поражены великолепием города. Они тут же его атаковали. В 1521 году после трехмесячной осады войсками Кортеса Теночтлан пал. Ацтекский император был убит, а город разрушен. На его руинах испанцы выстроили город Мехико, центр вице-королевства Новая Испания. Храмы, на ступенях которых происходили жертвоприношения, сравнялись с землей. На их месте были впоследствии возведены католические церкви. За поражением Ментиновича Тетлана последовал крах империи ацтеков. Так погибла их цивилизация. Многие храмы древнего города до сих пор погребены под землей. Однако рядом с одной из церквей, возведенной людьми Кортеса, был обнаружен главный храм ацтеков. Основная достопримечательность руин древней столицы. Сегодня 13 марта. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». А теперь о событиях в государстве российском. 13 марта 1583 года царь Иоанн IV подписал указ о создании в устье Северной Двины у мыса Пур-Наволок города Порта, Нового холмогоры. Впоследствии этот город был назван Архангельском. 13 марта 1707 года Петр I принял указ о предосторожности на случай вторжения неприятельского укрытия пограничными жителями хлеба и сена в ямах, заготовлении мест для людей в лесах и болотах заранее. 13 марта 1871 года между Россией, Турцией, Германией, Австро-Венгрией, Великобританией, Италией и Францией был заключен договор о изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 года. Этот договор был назван Лондонской конвенцией великих держав. Конвенция отменила так называемую нейтрализацию Черного моря. Россия и Турция разрешалась держать на Черном море неограниченное количество своих военных кораблей. Суверенные права России на Черном море были таким образом восстановлены полностью. В то же время Турции было предоставлено право в мирное время открывать проходы для военных иностранных судов. Данное предложение было направлено непосредственно против России. Этот документ регулировал режим прохода проливов вплоть до Первой мировой войны 1914-1918 годов. 13 марта 1898 года в Минске открылся первый съезд РСДРП. Главной целью этого съезда было создание пролетарской социал-демократической партии. К этому времени существовало много разрозненных марксистских кружков. Их объединение привело бы к созданию мощной организации. Заседание началось в 10 часов утра на квартире железнодорожника социал-демократа Румянцева. В небольшом деревянном домике на окраине города. Съезд был строго законспирирован. Он заседал в непосредственной близости от помещения конной жандармерии. Это был единственный съезд РСДРП, состоявшийся при царской власти на территории России. Проходил съезд под видом, так сказать, вечеринки по случаю именин жены Петра Румянцева. Из окна маленькой боковой комнатки, где шло заседание, было предусмотрительно на случай побега вынута вторая рама. Окно выходило в сад, за которым текла река Свислочь. В соседней комнате непрерывно топилась печка, чтобы при налете полиции можно было быстро сжечь компрометирующие материалы. Съезд продолжался три дня, и из этого времени прошло шесть заседаний. Протокол не велся, а записывались только резолюции. Основным вопросом стала организация самой партии. На съезде присутствовали представители четырех союзов борьбы за освобождение рабочего класса – Петербургского, Московского, Киевского и Екатеринославского, а также группы рабочей газеты и всеобщего еврейского рабочего союза в России и Польше. Всего членов съезда было девять человек. Председательствовал на съезде представитель группы рабочей газеты товарищ Борис Эйдельман. Первый съезд РСДРП разбирал вопросы главным образом организационного характера. Было решено объединить все социал-демократические организации России в единую марксистскую рабочую партию. Спор вызвал вопрос о ее названии. Для обсуждения предлагалось несколько вариантов. Русская социал-демократическая партия, Русская рабочая партия, Русский рабочий союз. Название социал-демократическое разногласия не вызывало. Вместо русское было предложено назвать партию российской. Большинством голосов пять против четырех съезд утвердил название Российская социал-демократическая партия. Уже позже в него включили слово рабочая. Руководящим органом партии был объявлен партийный съезд. Его исполнительным органом Центральный комитет. В своей деятельности Центральный комитет должен был руководствоваться решениями партийных съездов. По национальному вопросу съезд вынес решение, согласно которому за каждой национальностью признавалось право самоопределения. Съездом был выпущен известный манифест Российской социал-демократической рабочей партии. Его написал Петр Струва, который впоследствии стал одним из непримиримейших врагов советской власти. Субтитры предоставил DimaTorzok